Денис Базанков 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 центров медицинских, то есть, допустим, Сортовала, это при Приладожье, где аккумулирован один центр сосудистый. Да, там новейшая аппаратура, там специалисты, там дополнительная медицинская техника, лекарства достаточно и все остальное. Но ведь не берут во внимание то, что границы территории огромны. И пока человека с какого-то дальнего микрорайона, предлежащего к этому Приладожью, довезут... Ну, поселка. Поселка, да. И учитывая еще его состояние, допустим, те же самые кровотечения, случаи, которые буквально играют роль, может быть, в одну-две минуты, то следует летальный исход. Это однозначно. Вы знаете, я вам скажу, акцент российского правительства, это на демографическом росте населения. Так извините, так что они делают? Они материнский капитал, да, давайте, приумножайтесь. Но здравоохранение, это забыли ребята, что основная суть-то вот отсюда идет. Вы сначала сделаете население здоровым, сделаете доступным здравоохранение. Те же самые узкие специалисты. Мы вот ездили с Борисом Сергеевичем Кашиным по районам. Приладожье, Прионежье вообще в ужасе. И я еще и от себя скажу, потому что я вот буквально недавно, еще год назад работала в районе, работала 25 лет. Я знаю, что это такое. Я знаю, что такое, когда люди стоят 4 утра за тремя талончиками и не могут достать, не могут попасть. Это первый вопрос. Второй. Ввели сейчас электронные номерки. Я вообще не понимаю. Хорошо, проживаешь ты в городе, ты можешь приобрести этот электронный номерок. Как бабушка с какого-то захолустья может приобрести этот номерок. Она заказывает такси, приезжает в город, номерков нет. Что дальше? Я понимаю, проблем много. Да, действительно, у нас, скажем так, несовершенна система, хотя чиновники утверждают обратно, что мы стремимся. Есть проблемные места, как говорится, но подождите чуть-чуть, они скоро уйдут. Чуть-чуть, честно говоря, надоело ждать. Но, ваше предложение. В первую очередь, я считаю, это смена правительства. Выборным путем. Выборы в 2016 году обязательно, каждый гражданин должен проявить свою гражданскую четкую позицию. Это раз. Достаточно уже играть в эти игры. Достаточно экспериментировать над здравоохранением. Надо возвращать то, что было изначально в советские времена. Мы ничего нового не придумаем. Первичное звено – это ФАПы в деревнях, это амбулатории в деревнях, это больницы в моногородах с коечным фондом, который был. Это узкие специалисты, это достойная зарплата. А следующим моментом и последним, я считаю, раз оптимизируем мы наше здравоохранение. Давайте-ка оптимизируем и Министерство здравоохранения Республики Карелия. И посмотрим, проэкспериментируем. А может быть, эксперименты и удастся. Ну что ж, оставляю это на суд телезрителей. На этом я сегодня предлагаю закончить. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Напоминаю, вы смотрели «Накипело» с Денисом Позанковым на ТНТ «Онега». Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин